всем привет ребят ну что сегодня пора поговорить про новые таланты которые у нас вели я пока сам скажем так не видел не затестил даже скажу так их не видел параметры не хотел вам давать ложную инфу по этому поводу все-таки у нас вели два таланта я их в принципе выбил 21 просто случайно переролил и потому что он выплатом первого уровня но один у меня остался вот он где-то или его тоже уже переролим на баз сейчас вам точно скажу нет по моему вот он одни называют его дьявольский контракт другие там называют не знаю по-разному в чем суть данного таланта он увеличивает охренительно атаку вашего героя но при этом уменьшает увеличивает точнее получаемый урон на 20 процентов сейчас я вам выведу картинку и покажу его основные параметры вот первый первый талантик давайте чуть меньше сделаю вот первый у нас талант это дьявольский контракт так его называют но не знаю как он будет точно переведен в чем суть суть в том что это просто ребята все ваши бывашки даже грубая сила просто по сравнению с ним отдыхает для некоторых героев для каких я вам сейчас покажу и расскажу почему на восемь восемь он увеличивает атаку на 150 процентов и увеличивает урон по себе на 20 стабильно по сути его можно ставить даже любому дамагеру которого там стоит бог войны или грубая сила это будет круче тик 20 процентов они роли особо не сыграет пока по вас будут бить ваши герои уже просто блять снесут вражеских ну просто немереный урон если грубая сила там имеет 70 процентов и во время крита увеличивает урон на всего в два раза то есть это по сути 140 процентов пусть будет так это если крит проходит если не проходит то всего лишь 70 то тут стабильно 150 при учете того что у нас в ли и 7 руны если собрать даже грубую силу поставить рунами вы можете представить какой будет урон то есть а если у вас здесь еще херой крита нет то у вас получится ли 150 томатом я по моему не помню 005 процента увеличение идет то у вас будет там двести двадцать пять процентов то есть грубая сила просто отдыхает для кого подходит именно этот талантик я вам сейчас покажу и для кого я в первую очередь бы советовал его ставить во первых это фрея у которой все время ограниченный урон 18 тысяч этих 20 процентов будут ей до лампочки как у меня только выпадет я поставлю обязательно фрей этот талант потому что она будет с ней просто жесткая она просто будет уносить вражеские герои на роль эти крит созвездиями и все в принципе у вас она будет считать всех 150 процентов на 88 следующий герой у нас это будет минотавр то же самое вариант ставите грубую силу я уже показывал тоже офигенно смотрится бог войны офигенно смотрится но ставить этот талант зачем там допустим на подземке там минотавр даже на ту же самую битву гилей и вот и так и так считают тех 20 процентов никакой роли по сути не сыграет но он у вас будет бить 150 процентов если будет крит ну то есть вы сами можете представить то есть насколько это будет просто бешеный урон я не знаю о чем они думают вводя такие таланты но это просто жесть это придется сейчас опять перекачивать весь полностью алтарь надо еще конечно выбить потому что они падают хреново но опять же представьте какой будет бешеный урон следующее это конечно же огни крыл тут тоже ограничение идет тут просто будет жестко все он у меня тоже с грубой силой но все-таки придется опять же менять этот талант ставить грубую силу убирать потому что грубая сила теперь у нас получается для этого героя не особо актуально можно грубую силу рунами поставить и поставить этот основным не будет намного ярче герой нет слов просто просто ребята нет слов так поехали выведу вам сейчас другую картинку то есть это первый талантик я его уже выбивал и второй тоже выбивал к сожалению же говорю быстро ролл я его просто убрал так что эти картинку сейчас вот есть вот наши ребята второй талантик называют его святой свет свет и без священно сияние непонятно как его переведут в чем суть данного таланта увеличивает жизнь и также уменьшает получаемый урон по сути это каменка с бастионом частично потому что плюс хипп но у вас уменьшение урона 50 процентов там каменка 65 если я не ошибаюсь сейчас даже ради интереса гляну уже давно талантики а 6060 а тут 50 принципе 10 процентов в разница будет небольшая принципе этот талант не должен блокироваться ары то есть есть какие таланты которые блочится есть такие таланты которые не блокируются то есть ну тут жесть тут стабильно должно быть все время поэтому сто процентов не блокируется как и предыдущий на 88 жизнь плюс 65 процентов и уменьшение урона на 50 выбор теперь стоит опять же каменка по сути на хрен не нужно лучше иметь у героя еще плюс 60 процентов жизни но 10 процентов тех урона они особо роли там тоже не сыграют зато ваш герой будет более живучий опять нам придется ребята перекачивать все герои с каменкой кому его ставить ну сейчас попытаюсь вам показать у себя просто давайте зайдем на мою основу уйдем с китайки перейдем на основу так силу сейчас поменьше вот допустим кому он сто процентов зайдет это тем героем которые имеют отхил хороший и все зависит как бы и от атаки и от жизни у допустим bigfoot у который с каменкой однозначно поменяю потом рину который с каменкой у меня тоже есть тоже ему поменяю каменку по сути каменкой не нужно даже тому же самому выражаю с каменкой я поменяю потому что тут увеличение жизни выражение все время проседает одним из первых от фрей на як раз то же самое ну в общем анубис то есть очень много героев которые допустим там танки в основном еще идут есть смысл поменять тот же самый повелитель буди с каменкой ему есть смысл поменять еще будет увеличение жизни все дна ну очень много героев теперь практически все придется опять же менять потому что этот талант все равно уже получше чем чем то что у нас есть как как дальше быть я не знаю не каждый раз вводят таланты это немножко ну немножко это уже бесит что вводят топовые таланты и в итоге мы просто скажем так охреневаем от этого всего потому что надо все время перекачивать сейчас выведу 2 надо все время перекачивать этих героев ну то понятно ресурсы есть так давайте таланты как на английском серваке вы даете там просто немерено допустим у нас до сих пор синие красные кристаллы не продают а там по 1000 сундуков уже пихают они там уже вообще просто не знает не знают что делать все вытащу оттуда поэтому вот так вот ребят я не я не знаю что дальше будет но реально в некоторой степени игра уже просто просто уже бесит из-за того что они делают что-то но не просто ну не осознают того что они делают лишь бы так знаете лишь бы сделать а что как будет как на геймплей это отобразится но их особо не интересует то есть они себе сидят сделали азар срубили бабла и все будет а подумать о том как для игроков это отображается на игровой процесс у них как бы не знают али мозгов не хватает то ли им просто насрать на битву замков ну за английский сервер там я просто заходил на акции эти смотрел можете просто зайти посмотреть но это полный бритняк там ну это помойка если так с таким учетом то русский и русский сервере китайка это самые интересные серверы для интересной игры то есть ну если вы хотите просто забросить быстро игру там вас есть возможность донатить идите на английский там на и сидите там куча разных акций куча всего но интерес к игре пропадает очень быстро у нас еще на русском сервере благодаря вот получается как было раньше минус сейчас как бы плюс то что у нас нету такого изобилия всякой хрени и интересно чего-то достичь добиться как в многих играх должно быть а не ты заходишь и там у тебя просто за день аккаунт можно сделать топовый ты просто сидишь и отдыхаешь ну тоже есть я не понимаю просто их не политики возможно там локализаторы просто хотят заработать на этом они просто такое делают но это бред должна быть политика плюс-минус равная для всех серверов выставить и там ценовую политику там плюс-минус но не делайте там уже из сервера помойку но вот так вот вот такой вот ребята был обзорчик у нас сегодня талантиков я уже постараюсь их выбить однозначно для этих героев как обычно они в первые же дни падают хреново это все мы прекрасно знаем какие герои кому-то везет по стопост по 450 выбить там нового героя опять же на аккаунте который первого уровня но это такое я допустим привык добиваться всего на своих основных аккаунтах вот здесь мы его выбили уже протестировали герой просто нереальной забор энергии просто бешеный урон автопрокерский скилл который раз включается и все но единственное ему надо подбежать герою вот такое вот на дефе конечно я не знаю он себя никак не покажет но герой действительно достойные вот бегает себе и полностью просто убивает всех на автопроке вот так вот вот такой вот был у нас обзорчик подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки всем пока